всем привет хочу показать какая у нас ужасная снежная буря вот светит солнце и какой у нас сильный мороз вообще для американцев это непривычно тем более непривычно когда человек идет в такую погоду прогуляться сейчас я выходила из дома и отъезжала моя соседка зовут соня она из филиппин у нее большая семья очень милая женщина и спросила куда я иду не подвести ли меня когда я сказала что я иду погулять она просто офигела сейчас она остановилась второй раз и опять спросила не подвести ли меня все это конечно очень мило а я специально выбралась чтобы все это поснимать всю эту красоту и поговорить немножко сейчас я готовлю видео которое требует больших усилий в общем-то и времени есть такие видео которые делаются за один раз есть такие над которым нужно посидеть а я хочу поговорить о том какие вести приходят из праздничной в кавычках украины ну конечно все слышали о том что и видели о том что прошел марш я называю не факельный марша фекальный почему так потому что я не люблю любое насильство в политике я всегда была за демократическое общество все такие шествия я считаю заказными и неуместными шествия которые не радуют опугают людей вторая новость из украины которую я прочитала было о том что семья из шести человек погибла от чадного газа произошло это моем родном городе в ивано-франковске так нужно надеть рукавички потом по этой же причине произошла еще одна смерть насколько я поняла газовый котел был неправильно установлен не соответствовал санитарным нормам почему так происходит потому что вот потому что потому что люди бедные не всегда могут за все заплатить горячей воды нет и пытается как-то выжить еще одна новость это конечно убийство правозащитницы убийство которое возмутило всю мировую общественность у меня большие сомнения что это убийство будет расследовано и что будут установлены заказчики потому что ни одно громкое дело в украине не расследуется вот такие новости поступают из украины что еще сейчас судят януковича интересные выплывают сведения при просмотре этого шоу адвокату януковича приходится отбиваться судья и прокуратура усиленно его глушат ну посмотрим чем это закончится ну еще мне сорока донесла сорока которая ненадолго приехала в украину погостить что самых первых дней и не оставляет ощущение ужаса ужаса от того что продукты на рынке валяются прямо на земле ничем не прикрыты и ужас от того что воняет в магазине ужаса цен ужас от того что нет горячей воды многие люди которые приезжают в украину связи там ненадолго из-за бугра говорят что у них даже нет желания выходить и гулять по улицам города у меня здесь обратное желание мне у меня постоянно нехватка кислорода потому что дома всегда есть много работы и мне всегда очень хочется гулять и поехать вашингтон и даже здесь пройтись по улицам своего села и ощущение праздника не покидает что касается меня то пожалуй я сейчас отвечаю себе уже более конкретно на вопросы почему я не хочу возвращаться в украину вот все вышеперечисленное и есть этими причинами потому что я уже привыкла что меня тормозят на улице американцы что они мне улыбаются что магазине кассирша которая простояла на ногах вас просит из какой я страны мне нравится что у меня из крана течет горячая вода под хорошим напором мне нравится ходить вот такими вот чистыми ухоженными улицами когда выпал первый снег все улицы буквально были посыпаны мне нравится что в магазинах не воняет все это очень грустно я имею ввиду ситуацию моей родной стране и часто я слышу что вот ты в америке виновата во всех наших бедах и горестях и у меня на это один ответ америка может помогать деньгами в своих интересах естественно она имеет свои интересы по отношению к россии прежде всего не к украине америка может продавать оружие вопрос не в том кто дает как известно украину спонсирует и европа под определенные проценты и под определенные условия которые украине в принципе не выгодны важно то кто берет и на что эти все деньги тратит или на реформы или на то чтобы разграбить разделить страну посеять ненависть вот вот такое вот видео что у меня хорошего произошло в этом году на все хорошо в принципе я наконец отправила документы вернее мы с мужем на смену статуса я как-то сделаю отдельное видео какая разница политическое убежище либо замужество все это имеет свои плюсы и минусы но пока что своей ситуации я вижу только плюсы вот я сейчас подхожу к центру города вижу что еще новогодние декорации не убраны там светятся елочки сейчас посмотрю что здесь есть интересное любом случае я всем желаю хорошего новогоднего настроения пусть надежда не покидает вас куда же без нее и мне очень хочется верить что моей родной стране когда-нибудь прекратится этот бардак потому что к сожалению самых первых дней независимости украина не имела достойных президентов которые хотели бы войти в историю как лидеры как реформаторы они все хотели только грабить все преследовали только свои личные интересы сейчас буду лазить по магазинам вот зашла музыкальный салон это новый магазин называется гитара центр открылся недавно хочу показать так немножко не знаю ли здесь можно снимать как выглядят витрины в принципе в таких магазинах можно сразу сесть поиграть свободный доступ там вот кто-то барабанит в принципе в америке очень так модно сейчас играть на гитарах именно и на барабанах видимо сказывается пристрастие к джазу к рок-музыке ну и определенные возможности стать звездой заработать много денег здесь же продается музыкальная литература и здесь же даже происходят уроки по музыке поскольку я сейчас преподаю музыку я себе присматриваю какой-то инструмент сначала это будет фортепиано скорее всего электрическая вот сзади меня стоят инструменты потом мне придется подумать о скрипке вот это электроинструменты они все в рабочем состоянии на многие из них есть скидки вот этот двухпедальный цену я не знаю здесь не указана цена кому ценники валяются но этот из дорогих ямаха это продается со скидкой стоил 900 сейчас цена 600 тоже три педали но это в принципе как стационарная пианино только здесь можно еще заниматься аранжировкой ну и другими такими музыкальными штуками цены различные вот и туда уже большой большой зал там гитары ноты скрипок я здесь не видела это установки для диджеев вот разные разные пипитры литература нотная огромный выбор всегда очень чисто во всех магазинах практически независимо какой товар они продают будь то продукты огромный выбор всего вот начиная от ремней заканчивая чехлами всякие мелкие принадлежности вот такой вот маленький обзор это другой уже магазин называется бурлингтон здесь очень красивая бижутерия цена очень доступны и разные разные вот кольца любой величины вот такая краса сейчас модная сережка с такими ушками большими вот просто глаза разбегаются стразы браслеты вот такие сережки тоже интересные ну очень большие детская бижутерия ну на этом всем всем пока пока